Смотрите, с кем мы давно не виделись. Это говно не дает нам жить и спать. Посмотрите, какой он красивый. Ты жопа, да? Ты маленькая жопа, которая не дает нам спать. Всю ночь орет и весь день орет, поэтому если будет очень громкое музыкальное сопровождение, это вот это вот говнишко на фоне. Ну а мы поехали. Всем огромный привет! Меня зовут Аня. Спасибо, что заглянули на мой канал. Тут вот эта булка все-таки мешает. Он играет с моими наушниками, которые лежат. Снимаю это видео, хотя на макияж с этой палеткой собралось не так много просмотров, но все-таки просили девочки, потому что долго думали и хотели приобрести себе вот такую вот палетку. Ментоловая. Мятная шоколадка от I Love Makeup. Сегодня я покажу вам свочи, расскажу мнение об этой палетке, покажу ее ближе. Макияж делать не будем, но на глазах у меня сегодня эти тени, поэтому, в принципе, вы тоже можете посмотреть, как она работает. Поэтому, если интересно такого рода видео, погнали, сейчас все будет. Субтитры сделал DimaTorzok. Для тех, кто еще не видел, я оставлю видео с макияжем на этой палетке для вас. И заодно еще покажу. Не так давно тоже снимала обзор. Тоже нужна палетка в зеленых тонах, но от Makeup Revolution. Хотя, в принципе, разницы между этими брендами лично я не вижу. Да, вот такая вот я. Давайте с вами смотреть. Как видите, палетка уже такая поюзанная, покоцанная. Вот, если видно, эти оттенки уже немножко пошкрябанные. Я ей пользуюсь. И у меня здесь есть уже любимые оттенки. И есть и оттенки, которые я действительно вам не хотела бы советовать. Но давайте по порядку. Здесь у нас два таких оттенка. Один выступает в роли золотистого хайлайтера, если это можно так сказать. Но он достаточно такой желтый. И как хайлайтер его смогут использовать только на максималках смуглой девочки. Потому что он достаточно неестественный. Вот этот оттенок, я бы сказала, что он не часто применимый в моих макияжах. Не сильно интересный. Потому что это вот такое золото, которое желтое. Вот бывает золото более дорогое, чуть-чуть с краснотой. А здесь прям такое желтое. Ну, я бы сказала, что не самое красивое. Вот. И второй оттенок, вот этот матовый. Отличный оттенок для того, чтобы закреплять базу. Он классный. Он не сильно пигментированный. То есть вы его можете использовать как раз-таки для того, чтобы фиксировать ваши тени. Я тут запаслась салфитосами. Буду вытирать свои пальцы, которые я заляпала. Вкусно. Кстати, спонжик все-таки может вам пригодиться, если у вас есть код. Потому что мой код его сейчас жрет. Ну, продолжай. На вот этой вот слюде есть оттенки. И, ну, давайте я буду называть их. Вот этот вот золотистый, это шоу-коутед. А вот этот вот нейтральный, это конфешн. Дальше у нас идут четыре оттенка. Один из них Enged, потом Tea, потом Last, потом Poison Ivy. То есть из этих как раз-таки четырех оттенков есть у меня один самый любимый и один самый нелюбимый. Вот это нереально крутой растушевочный оттенок. Это такой холодный, такой бежево-розовый оттенок с шикарной в растушевку, который выводит в кожу. Это просто офигенный цвет. Вот этим вот оттенком сегодня оформлено мое веко. Можно сказать нейтральный, потому что он ни холодный, ни теплый. И добавлен вот этот вот снизу. Он называется Height Standards. Высокий стандарт и качество. Вот. И тот оттенок, про который вот совсем мне нечего сказать хорошего, к сожалению. Это оттенок Last. Это вот этот вот дуахром, который очень модный, очень классный, как мак самый популярный дуахром. Ой, забыла, который синий-красный такой. Вот. Как в Wet n Wild в палетке оттенок. В общем, здесь он только на палец набирается. Он уже засалился. Он, к сожалению, только на палец и виден. На веко он очень плохо переносится. Вот. Еще не очень сильно поняла оттенок вот этот вот, что внизу. Он очень красивого цвета. Вот такой. Но он с достаточно крупной блесткой. И при растушевке дает чуть-чуть такую грязноту. Вот. Этот оттенок называется Commotion. В принципе, покупала эту палетку ради зеленых оттенков. И два из них меня не разочаровали. Это верхний матовый. Он как раз-таки был у нас с вами в видео. И вот этот более травяной, шиммерный. Он прикольный. Вот. В основном матовые все оттенки прекрасного качества. В идеале все-таки носить на базе. Это будет для вас лучшим решением. Потому что они будут дольше служить и не будут скатываться. И обратите внимание для тех, кто ищет такой желтый оттенок. Это тот оттенок, который я чаще всего ношу с пустым макияжем глаз. То есть, только в уголки наношу его и все. И это очень красиво смотрится. И почему-то собирает очень много комплиментов. Вот. В принципе, что я вообще могу сказать по поводу этой палетки. Если вас интересует такого рода цветовая гамма, я от души советую вам присмотреться. Потому что она по сравнению с предыдущей палеткой, по-моему, Reloaded. Да, Reloaded она называется. Намного мне больше понравилась. И само оформление. Здесь очень хороший пластик. Она сама по себе такая палетка добротная, хорошо сделанная. И, в принципе, к оттенкам практически у меня нет никаких нареканий. С удовольствием ей пользуюсь. И вот как-то так подсела я. Она желтая с зелеными оттенками. Мне очень нравится. Но вот этот растушевочный, я, мне кажется, использую его практически в каждом своем макияже. Отличные оттенки вот эти коричневый и вот такой вот винно-бордовый, если вы любите такую гамму. В общем, здесь есть чем поиграться. И если вы давно думали приобрести себе эту палетку, мое вам однозначно, да, я бы ее рекомендовала. Вот. Вы сейчас напишите, было ли полезно такого рода видео без макияжа, но с какими-то описаниями. Здесь у вас были и свотчи, и мое мнение. И, в принципе, до этого мы делали с вами макияж. Напишите, пожалуйста, обратную связь. Мне будет очень важно это знать. И мне очень важны ваши комментарии. Ну, и мы, как обычно, увидимся с вами уже в следующих видео. Спасибо за внимание. Целую, обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok